День Победы – это особенный, самый дорогой для сердца праздник. Для воспитания подрастающего поколения очень важно, чтобы подвиги солдат Победы были для них незабываемыми. В школах Славянского района, как и по всей Кубани, проходят патриотические мероприятия, посвященные этому замечательному празднику. Мы побывали в 17-й средней школе, где прошла общешкольная торжественная линейка, посвященная Дню Победы. В школьном дворе были учащиеся всех классов, от первого до выпускного. Мероприятие началось со вноса знамени школы и затем знамени Победы. Прозвучали взволнованные поэтические строки о том, что Великая Победа была добыта нелегко и была долгожданной и прекрасной, и никогда не должен быть забыт подвиг всех, кто к ней причастен. Также ребята исполнили песни о войне, был и танец, вальс Победы. ПОЮТ ПОЮТ После торжественной линейки были проведены внеурочные занятия, разговоры о важном. Речь на них шла о Дне Победы и Бессмертном полке. Ребята помнят о своих прадедах-фронтовиках и охотно рассказывают о них. Сегодня торжественная линейка посвящается Дню Победы. Я хочу рассказать вам про своего прадедушку. Он всегда мечтал стать военным. В 19 лет он вступил в Конную гвардию. В первом его призыве в 1941 году он отправился на войну. К началу войны ему было 22 года. Я очень горжусь своим прадедушкой. Мы его все помним. Он сражался за своих родных и близких, за наше светлое будущее. И на 9 мая я всегда выхожу с его портретом. Мой прадедушка сражался отважно и мужественно. Он вернулся после войны в семью. Мы помним о его подвигах и передаем эти знания с поколения в поколение. Чем больше лет отделяет нас от 40-х пороховых, тем дороже память о солдатах Победы. Мой прадедушка воевал под Сталинградом и Ленинградом. Освобождал их. Также у него были медали за отвагу и еще много было медалей. Мой прадедушка пришел с войны и мы его помним. И подвиги, и то, что он сделал для Родины. Каноненко Александр Сергеевич сражался очень мужественно. Он боролся с немецкими фашистскими захватчиками. Он был награжден медалью за отвагу и орденом Отечественной войны второй степени. Также его мама отправила на фронт пятерых сыновей и двух дочек, и мужа. Но от всех она получила похоронки. Только мой один прадед вернулся домой с победой. Мы всегда будем помнить о нем и о его подвигах, его поступки всегда в наших сердцах. Школьники хранят в памяти имена своих прадедушек и равняются на них. Юношеству, обдумывающему свою жизнь, очень нужны хорошие нравственные ориентиры. И они их находят, беря пример с лучших из лучших. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко, программа «События».